18 мая пересечение улицы Вакжаново и Смоленского переулка. Здесь столкнулись автобус 43 маршрута и автомобиль Киа. Я двигался вправо, а второй участник движения с левой полосы решил направо повернуть. То есть виноват второй участник? Ну, в идее, да. Итак, автобус с пассажирами шел по маршруту со Смоленского прямо. В сторону центра, по правой полосе. С левой полосы Вакжаново перед автобусом стала разворачиваться иномарка. Причина в том, что неправильно работают светофоры. Один светофор дает зеленый сигнал, а второй светофор дает красный сигнал. Здесь, на Смоленском, да? Да, и поэтому транспорт долго стоит и непонятно почему. И так как автобус долго стоял, и непонятно было почему стоять, я решил его просто объехать. И в момент, когда я начал его объезжать, автобус тронулся. Он, наверное, тоже не посмотрел и слегка тронул меня. Ага, понятно. Причина была неправильной работой светофоров, потому что второй светофор, он тормозит движение и не дает транспорту повернуть направо. Виновника аварии будут устанавливать сотрудники ГИБДД. В ДТП никто из людей не пострадал. Автобус вез пассажиров. Сразу после столкновения люди вышли и отправились по своим делам. Это, казалось, незначительное столкновение образовало большую автомобильную пробку аж с южного путепровода. В поселке Редкино-Конаковского района области Шкода под управлением 70-летнего водителя наехала на двух мальчиков 11 и 12 лет, которые, по словам водителя, перебегали дорогу в нескольких метрах от пешеходного перехода. С подозрением на травму головы дети доставлены в больницу. В Зубцовском районе в результате несчастного случая пострадал 12-летний мотоциклист. Мальчик не справился с управлением и упал с мотоцикла. Это произошло в лесу в 50 метрах от трассы М9. Ребенка с серьезными травмами доставили в Ржевскую больницу. Региональный следственный комитет еще раз предупреждает жителей региона о мошенниках, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов. В последнее время случаи, когда мошенники представляются сотрудниками силовых ведомств и склоняют жителей региона к действиям, приводящим к утрате личных денежных средств, в нашей области участились. Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области предупреждает об участившихся случаях обращения о совершении в отношении граждан мошеннических действий со стороны лиц, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов. В разговорах с гражданами мошенники, представляясь сотрудниками силовых ведомств, склоняют жителей региона к действиям, приводящим к утрате личных денежных средств. Такие действия квалифицируются как мошенничество. Обращаем внимание граждан. Сотрудники правоохранительных органов, уполномоченные проводить предварительное следствие, вызывают граждан повесткой. При этом должностное лицо никогда не требует по телефону предоставления персональных данных, банковских реквизитов, информации по счетам и пластиковым картам. Ни по телефону, ни в ходе очной беседы сотрудники правоохранительных органов не заявляют требования о переводе денежных средств на какие-либо счета. Это незаконно. Желая проверить мошенников, не следует перезванивать на такие входящие вызовы. Любые предложения от имени правоохранительных органов, например, помочь в поимке преступника путем перечисления денег на указанные собеседникам счета либо с целью обезопасить сбережения, это явный признак мошенничества. О таких фактах необходимо сразу сообщить правоохранительные органы. При попадании в подобные ситуации, если звонящий представился сотрудниками силовых структур, необходимо позвонить по номерам телефона доверия соответствующего правоохранительного органа и проверить информацию, озвученную звонившим.